Депутат Государственной Думы и бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев поделился своим мнением относительно дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой. Решение спортивного арбитражного суда от 29 января о дисквалификации Камилы Валиевой на 4 года вызывает вопросы. Препарат триметазидин, в связи с которым было выявлено нарушение у Камилы, обычно используется для лечения сердечных заболеваний и маловероятен в качестве допинга. У нее было много доводов для защиты, но, к сожалению, они не были учтены судом. Из России делают пугало, которое скоро нападет на Европу. Россию представляют грязной страной, которая не соблюдает никакие стандарты в спорте, в то время как в других странах принимают более серьезные формы допинга, о которых мало кто говорит. Важно, чтобы Всемирное антидопинговое агентство World Anti-Doping Agency было абсолютно беспристрастным органом, но я сомневаюсь в его чистоте. Президент World Anti-Doping Agency Витольд Банько выражает политические заявления и поддерживает их. Несмотря на раздражение противников, Россия должна продолжать свое участие в международных соревнованиях, таких как Игры Дружбы. Олимпийские игры в текущей ситуации в стране не являются нашим приоритетом. Жаль, что наши спортсмены не поедут. Но юридически никто не сможет обвинить их в собственном отказе. Международный Олимпийский комитет, как частная организация, может давать указания, но не имеет полномочий исключать Россию из нескольких олимпийских циклов, заявил Валуев.